Большое спасибо! как ваше здоровье кто-то скажет не дождетесь ну так и быть никто не дождется если сказать как ваше ничего-то высказывайте наши ничего и ваша ничего да тут само слово зачитать ничего хорошего плохого или доброго злого слава богу что на что то есть да да у подойдите ко мне да 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 что такое а шнурки завязать нет боже мой и в прямом эфире я тебе говорю я вам очень благодарна чтоб я не споткнулся не упал не разбил себе голову хорошо спасибо большое Наталья Яковлева наш почетный член общины мы начинали общину вместе так много из нас слава богу хочу сделать несколько объявлений которые важны первое это то что 9 сентября у нас начинается библейский институт мессианский библейский институт и цель которого подготовка и снаряжение верующих бешуа людей которые готовы практически применять все знания в молитве в хвале и поклонении евангелизации душевопечительстве то есть говорит делать если то к чему призваны как верующие люди талмедим ученики мы такими должны быть большинство людей уже прошли на наши курсы но я еще раз приглашаю вас в этом году у нас будет удивительное путешествие я надеюсь уже в новом месте и мы с новыми принципами новыми может быть достижениями такими изменениями которые мы готовим я сам вдохновлен тем что у нас последующие несколько может быть месяца будет происходить молодежные служение состоится на большой наутской 100 на сотке мы на сотке собирается наша молодежь и за это сегодня ответственная будет венесса венесса вот она здесь хотя самая маленькая но я вам скажу так еще всем покажет да но молодежь я прошу чтобы мы не игнорировали того что у нас лето а у нас ее подготовка большим и молодежным проектом молитвенное служение как всегда у нас проходит в среду 18 часов на пашу арнаутской и я очень благодарен бог за то что это формат он расширяется приглашаем также с детьми потому что у нас там есть открытое именно детское служение во время молитвы и молитва у нас проходит каждую субботу здесь 10 часов утра перед служением и я вас тоже ободряю посещать ее курс которая называется у нас искусство быть счастливой кто хочет быть счастливой не счастливым счастливым мы уже были счастлива еще можно стать мнение мужчин это не касается женский вопрос никто не хочет быть счастливой вот хотя бы несколько человек но слава богу у нас от курс будет проходить 16 августа 18 часов на большой арнаутской 75 обращайтесь по информации гранковской наталья хотя ее сегодня нет она болеет мы за нее молимся так что и нам наверно смотрит нас прямом эфире мы благословляем олега щипанского тоже очень плохо себя чувствовать этим утром те кто у нас прибаливают есть возможность включить на громкость на большую громкость наш прямой эфир так что по соседей болела голова шутка но все равно вы распространяйте нас распространяйте наша наша при нашей прямой эфир и братское служение а теперь братцы были все статью братья 18 августа в 16 00 на большой арнаутской 75 состоится братское собрание конечно в это время я буду в отсутствие то есть я буду ездить по большой нашей одесской области но в разных местах одесской области мы там делаем молитвенную поездку 16 по 17 число поэтому у нас есть где-то 10 городов посетите несколько собраний в этом был проповедовать и молиться за эти города и следующее уборка зала так хочу сообщить сообщить вам что продвижение идет у нас произошла укладка пола в том здании где нам бог смотрел и нам теперь нужно его убрать то есть помыть вытереть собрать эту пыль которая там есть очень прошу сестры братья особенно швабры которые с резинками мы все приобретем главное чтобы нам были руки которые и и разум чтобы дойти туда и сделать уборку нет по всем вопросам если вы хотите вложить вклад сделать и в старое построение нашего здания и нашего наши общины пожалуйста обращайтесь нашего администратора ларисы шермастовой это очень важная тема и следующее вас 17 августа следующий субботу у нас будет проходить вела у нас есть люди которые еще раз не еще раз а хотят пройти водное погружение но это в этом году с второе будет такое собрание погружение и пожалуйста приходите те кто хотят поддержать приходите на лонжерон в 8 часов утра да там у нас получается будет у нас водное погружение пожалуйста тоже обращайтесь к администрации узнать где точно будет проходить водное погружение хорошо пожалуйста участвуйте и последний как всегда у нас это вопрос вы хотите чаю ну все хотим но можно холодный чей попить но самом деле чашечка чая это служение которое у нас открыто для тех кто у нас первый раз если вы у нас первый раз случайно ли вас пригласили и может быть вы уже несколько раз у нас побывали в общине вам что-то интересно но вы стесняетесь просить какие-то задать прямые вопросы о нас в том и что мы пожалуйста не стесняйтесь ли вы у нас в гостях поднимите руку вам дадут жетончик чтобы вы могли прийти на вот после собрания слева стороны у нас там небольшое кафе есть и там вас угостят чая с вами поговорят и надеюсь в мы вам понравимся какой-то им образом хорошо ну как вы довольны тем что у нас есть лето и она заканчивается нет но и лето-лето как там песни по и пелась не кончалось чтобы она за мной мчалась да не но надо еще приходить к сознанию то что у нас осень наступает осень за всегда перемены осень то сразу подготовка к отопительному сезону в осень то сразу подготовка к урокам проверка уроков привет проверка на на крепость на 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 дисциплину да и сегодня у нас продолжение темы которые я говорила хочу поговорить о трех темах и это касается молитвы и мы наговорим в слов доступность или в направлении гиша на еврите это очень интересное слово потому что я бы хотел поговорить об этом и в первую очередь хочу отметить что сегодня у нас 9 ава кто из вас понимает и знает что так за календарь еврейском календаре существует 9 ава мало кто да это траурное событие такой знаменательный и траурный день в истории еврейского народа где объявляется пост где есть свои темы о служении и где вспоминают о разрушении и первого и второго храма в это время множество бед сваливались на голову еврейского народа поэтому когда приходим к этому праздник дате канун тиша ава то мы сразу готовимся и объявляем пост пост чтобы никакие другие беды наш народ не посещали еще раз и этапа не понятно и в этот как раз вот в этом ракурсе 9 ава как слава богу я как бы получилось так что я донесу а следующий следующую мысль 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 которая говорится о молитве мы будем говорить о человеке который прошел 9 ава который пережил 9 ава который смотрел в будущее и в молился в сторону иерусалима и его переживания и как он все это воспринимая мог идти ближе к богу быть доступным и для кого-то бог очень доступен для весь для многих из нас кто уже прошел долгий путь мы чувствуем он бог который доступен но есть люди которые для для них бог не очень доступен поэтому познание бога очень важное и в нашей жизни повседневной жизни мы обращаемся к невидимому богу но он является реальным творцом неба и земли иногда мы не можем из себя описать или как бы вот объяснить кто есть бог авраама и цаха якова но для меня лично я познание бога началось тогда когда я начал в подростковом возрасте увлекаться тематикой евангелия я помню как я взявте в англии которое было переписано рукой которые в те времена чаще всего евангелия отдельные евангелия не были переписаны руками если либо напечатано на машинке достать библию вообще было сложной библия была очень большим большой ценностью если она очень небольшого размера это было просто красота я помню как я начал читать евангелия и понимая что мой отец очень злорадствовал над верующими людьми он не хотел чтобы я был верующим человеком я помню как я под одеялом включая фонарик тихонько читаю евангелия и вот наверное этот период я очень бой хорошо помню потому что эти переживания настоящие искренние переживания с богом я имел тогда у меня были тысячи вопросов вопросы которые под дальнейшем бог открывал для для меня просто я я читаю писание и смотрю на каждую строку немножко другими глазами за его вопрос почему когда зачем что она даст мне каким образом бог хочет чтобы это раскрылась во мне да поэтому я читал евангелие с удивлением если не смотрел на строки евангелия и видел там еще который пересекал генесаретское море или там генесарет это большое озеро и ходил по земле израиля исцелял людей говорил слова давал надежду говорил о будущем даже досоздал неким с фарисеем который упрекал и обличал их я смотрел как бог говорил именно через эти строки ко мне это было искреннее искренних сердца к сердцу разговор я думаю что вот тогда это вот увлечение путешествие через библию стала моим откровением что бога можно приблизить и ему при к нему приблизиться увидеть чудесное удивительное и вы скажете конечно детская фантазия очень большая можно нафантазировать но друзья переживание бога является из истинным внутренним переживанием это был разговор доступного сердца от сердца к сердцу доступность богу начинает имеет начало своей лежит в сфере нашей веры не в аналитик аналитики или же интеллектуальное восприятие всего окружающего она стас на самом деле веры веры которые говорит о чудесном любящим бога вы знаете мы иногда с вами делимся вещами и которые чудесные например как вам дали скидку хорошую до привозе да и ты говоришь так просто было чудо ты не поверишь там все было 70 процентов скидки и мы говорим не верим потому что сами не пережили этой скидки в сама суть именно переживание отношения начинается с веры если мы понимаем что бог сотворил каждого из нас по образу подобию своему если мы понимаем это то понимать что бог создал нас по образу подобию а это а мы являемся личностью или нет вопрос если он сотворил нас по подобию образу своему и мы являемся личности то он кто он является личность и если он является личной задан с к нему нужно делать шаги. К нему нужно приближаться. И он хочет быть доступным каждому из нас. У Якова написано в 4 главе 8 стих. Приблизьтесь к Богу и приблизится он к вам. Значит, нужно к личности иметь некие движения, не просто душевное состояние, я верю в Бога, я как-то так приблизился, а именно какие-то физические, иногда принудительные вещи, которые приближать к Богу. И Ишуа говорит такие слова в Евангелие от Иоанна, 5 главе 39 стихе. Исследуйте Писание. Смотрите, читайте Писание, ибо вы думаете через них иметь жизнь вечную. А они свидетельствуют обо мне. О личности, с которой можно поговорить. О личности, с которой можно поплакать. О личности, которая может тебя услышать и дать ей помощь. Сегодня я бы хотел говорить о личности из Писания, которого мы вспоминаем, когда обговариваем события последнего времени. Особенно. Я не говорю об Иоанне, я говорю о личности Истанаха, человек, который достиг положения в империи и был при этом переселенцем. Вавилонская империя со своим мировым господством имела не только внушительную армию, но и стратегию политического и религиозного синкретизма. Я использую это слово специально, секретизм, такое страшное для тех, кто не знает это слово, это смешание, некая интеграция, это замещение. И именно политическое и религиозное замещение было стратегией для Вавилона. Империя. Вот в этой империи жил человек, которого мы очень хорошо знаем. Это его имя Даниил. Они перемещали народы с традиционных земель, вырывая их из привычной области их жизни, культуры. Проводили интеграцию в глобальную систему или культуру Вавилона. Мы сегодня говорим о Вавилоне как неком нарицательном таком слове, но в то время это был целый мир, в котором господствовала культ личности. А культ личности мы уже знаем, сколько он уже был и сколько он может еще появиться. Также в то время вавилоняне перемещали народы с обжитых мест в районы, где оставались небольшие группы пастухов и земледельцев, чтобы они смешивались с остатками народа и влиять на их религию и уклад жизни. То есть, другими словами, великое перемещение народов. Вы знаете, вот этими имперскими замашками страдали многие диктаторы и императоры современного мира. Такими были, как Гитлер, Сталин, ну и все те, кто мечтает глобального превосходства. То есть, замещение, изменение личностей, перемещение из одной территории в другую. Для чего это нужно было? Для того, чтобы сделать несколько вещей. Эта стратегия была весьма эффективна, так как через некоторое время при возвращении для восстановления Иерусалима Эзра принуждает евреев отпустить иноплеменных жен и детей. Помните эту историю? И не имеет 13 глава 24 стих. И оттого сыновья их в половину говорили на азотских или языком других народов. и не умеют говорить по-иудейски. Мы видели, что стратегия именно Вавилонской империи, она могла изменять народы, и это была стратегия уничтожения. Это великое перемещение народов включало стратегию не просто влиять на культуру, но проба отвлечь от веры в Бога Израиля. Это было такое состояние уничтожения веры в того, кто был единственным Богом во вселенной. Ну, как мне сравнить это? Потому что чаще всего и объяснить немножко, что происходило тогда. Потому что сегодня говорить исторически где Вавилон, кто там был, какие цари были, Израиль, какое-то маленькое государство, которое сопротивлялось всем остальным инородным божествам. Чем можно сравнить эту империю? Ладно? Давайте не будем уходить далеко в историю, чтобы копать что было почти там четыре тысячи лет назад, да? Будем говорить так, почти. Может, меньше, там, две восемьсот, где-то так, тысячи лет назад. Мы начнем с простых вещей. Есть величайшая империя с ее многонациональностью и говорящим на одном языке, со своей культурой, своими традициями. Но так как мы в Украине живем, они посчитали, что мы каким-то образом являемся частью их его наследия. Как и вавилоняне. Вы знаете, что вавилон, Асирия и вообще Асирия являются территорией одного сына из Ноя. Какое его имя? Кто помнит? Сим. От этого слова семиты. Между прочим, они осели именно в этой территории, где сегодня у нас находится Иран, Ирак, Сирия. Вот эта территория, это была семитская территория. Поэтому евреи тоже считаются кем? Семитами. Ну и как всегда, знаете, зачем тогда вавилону захватывать евреев? Они же свои. Понимаете, о чем я говорю? Но все равно это происходило. И вот это состояние, которое мы переживаем. Маленькая Украина под боком большущей империи. Что происходит? Я не говорю сейчас современном мире, я говорю немножко раньше еще. Давайте мы вернемся, чтобы не быть таким политически обостренными во время, будем говорить так, другой империи, которая в том красной ее сместили. Кто где-то попросил, кто-то куда-то приехал, но все-таки как его вавилоняне считались семитами, да, и захвачивали маленький Израиль, так и другая империя захватывает и рушит, уничтожает сопротивление. Главную святыню подвергает запустению. Вы помните, что было преследование верующих. Все. Весь мир должен был быть без Бога, потому что вера или Бог это, или религия это опиум для народа. Нужно было поставить последнего баптиста перед всеми и постучать еще тапками сказать, я вам покажу Кузькину мать, да, вы помните, знаете, все эти истории, чтобы показать и уничтожить. И вообще-то им вообще-то удалось. Они не верили в Бога, но верили в однопартийную систему. И тут наличие культа личности весьма было приемлем. Тут начинается самое главное, самое страшное. Уничтожить всех недовольных, помните, да, уничтожали миллионами недовольных, делали искусственный голод, творили беззаконие и уничтожение. Сначала им все нужны были. Друзья, сначала им все нужны были. Потом им не нужны были те, которые по-другому совсем верили. И далее оставались те, которые не сопротивлялись, те, которые боялись, те, которые сдались. Умных, влиятельных, способных отправляли на партийные курсы в столицу красного террора. Вот представьте себе такую картину. Но при этом начинается преследование на основе языка, на основе культуры, на основе принадлежности, личности, именно твоего, как сказать, твоей страны, или, можно сказать, откуда ты родом. Оттуда через 50 лет можно было сказать одна культура, один новый советский человек и все. И сегодня эти излишки мы переживаем. вот это состояние, то, что происходило в то время, когда Вавилон захватывал Израиль. Почему я говорю об этом? Потому что вот в этом состоянии легко сломаться. В этом состоянии давление, замещение языка, замещение имен. ты был сначала Сема, теперь ты Сережа. Да? Как бы так. Вот такие, никто уже не называл такими именами, как Моиша, Мася, Белла, да, там еще такие имена. Уже боялись, уже начинались такие хорошие имена, как, я разговаривал недавно с Романом Марковичем, это один из лидеров, начальник нашего выживших Холокоста и узников гетто. Он говорит, мы вообще-то, как бы, мой дедушка уехал в другую совсем сторону, уехал в Сибирь, когда давали там возможность в Биробиджане как бы места. Говорит, мы все, все они поехали. И в этом поезде родилась моя мама. И когда она родилась, назвали ее Интернационал. Говорит, через год они все вернулись. И когда моя, говорит, прабабка увидела всех, когда они восстановились, когда они на Украине жили здесь, она говорит, ой, какая красивая дочка, внучка, получается. Как назвали? Говорит, Интернационал. Говорит, ой, хай войт! Говорит, ой, хай войт! Говорит, что вы делаете? Заяла за голову, начала плакать. Говорит, что вы наделали? И взяла, переименовала ее на Сару. Чтобы вы понимали, да? Я хочу, чтобы вы понимали, в какой империи мы были, которая уничтожала личность и любое сопротивление, но при этом подтягивала всех для того, чтобы создать поклонение культу личности. И это все должно было сопровождаться, поддерживаться всем этим. И все-таки этот человек по имени Даниил, он прошел путь от домашнего очага и свободной страны до ужаса, войны, угнетения, оккупации, переселения. Этот человек прошел все это. Как вы думаете, пережив 9 ава, разрушение первого храма, видя все это, с каким чувством он и шел через эту всю пустыню, да, и был в Кандалах, перевезен в место, так называемое, как бы, Вавилон. Какие чувства у него были? Какие вопросы? Что наполняло его сердце? Претензии к Богу? У меня бы, наверное, были бы. Почему? Потому что, вроде бы, в Торе говорит, «Я благословлю тебя, я сохраню тебя, призрю на тебя светом лицем своим, помилую тебя, ты будешь благословен, в твоем входе, в твоем выходе, будете поклоняться мне на горе сей, обетование, обещание, умножение, как бы так. Я бы задал вопрос, что мне надо было родиться в этой семье? Я бы задал, может быть, тысячу вопросов Богу, где же твои обещания? Непонимание его обетований? А, возможно, видел он все, что происходило там, в Вавилоне, о, вернее, извините, в Иерусалиме. Уничтожение, смерти, огонь. Все это могло уничтожить эту группу людей, которые столкнулись именно с реальностью. Потому что уже будучи в пленении, мы должны были сделать один правильный шаг. Нет храма, сегодня нет храма. Нет храма, нет поклонения, нет места, где молиться. И вот эта небольшая группа людей, я думаю, что и во главе с Даниилом, делают нечто то, что сохранило нас как народ, как личности, то, что мы сегодня можем держать в руках. Они сохранили Тору, и они начали Бетмедраж, или же, по простым словам, синагога. Синагога началась именно с того момента, когда они были в Вавилоне. И там, в этих синагогах, они обучали не как приносить жертву, не как там еще делать какие-то еще обрядности, они там изучали слово его, его обетование, его надежду. И то, что у нас сегодня есть Библия в руках, это благодаря тем, кто сохранил ее, и читал ее, и давал, обучал ее следующему поколению. Даниил сделал некую рутину своей жизни. Вот поэтому я прихожу, так долгий такой разговор к рутине. Рутина, точнее сказать, личную дисциплину молитвенной жизни, утверждая в себе надежность и принадлежность Богу Авраама, Майцаха и Иакова. Он сделал в себе дисциплинарные такие позывы, несмотря на то, что у него была позиция, положение, заботы, как в правительстве. Некий наш премьер-министр, у нас тоже еврей, правильно? Ну, только другого имени. И Даниил, он был премьер-министром. Фокус был на Иерусалим. Его фокус был всегда на Иерусалим, в сторону храма Божьего, потому что там, в храме, он получил знания о Боге Израиле. Он знал, что в Иерусалиме есть место, где Бог являл свою милость, благодать, и говорим о том, что принимал тех жертвы, являл ту милость и красоту Израиля. Это был город, куда должен был прийти Мессия. Поэтому он сделал себе постановление. Три раза в день, да, вот давайте мы прочитаем, откройте со мной еще, 121-й Псалом. Я говорю, почему молитва за Иерусалим и в сторону Иерусалима. Возрадовался я, когда сказали мне, пойдем в дом Господень. Вот стоят ноги наши во вортах твоих, Иерусалим. Иерусалим устроен как город, слитый воодина, куда восходят колена, колены Господни по закону Израиля. Славить имя Господне. Там стоят престолы суда, престола дома Давида. Просите миру Иерусалиму, да благоденствуют любящие тебя, да будет мир в стенах твоих, благоденствие в чертогах твоих. Ради братьев моих и близких моих я, говорю я, мир тебе, ради дома Господа Бога нашего, желаю блага тебе. Поэтому первая позиция, которая была у Даниила, это молитва к тому месту, где было разрушение. То, где была явно слава Божия и где была надежда Израиля в сторону Иерусалима. Этот псалом Давида на сегодняшний день вдохновляет каждого человека молиться за Израиль, евреев, Иерусалим. И должно это делать. Мы должны это делать. Но в книге Даниила, в 6 главе, где мы увидим давление на его личность, как и каждого из нас. У каждого из нас с вами есть житейское жизненное давление. Работа, отношения, возможно, это семейные какие-то вопросы и обстоятельства, в которых вы живете, может быть, еще какие-то ситуации. Но в книге Даниила, 6 глава, он переживает личное давление за ту веру, которую он имел. И давайте посмотрим, как он решал этот вопрос. Каким образом он имел доступность к Богу и понимал, что Бог его слышит. 6 глава 3 стиха. Даниил превосходил прочих князей и сатрапов, потому что в нем был высокий дух. Высокий дух это не только дух Божий, высокий дух это правильное действие. То есть он был справедливым, он был честным, он был человеком, который высокого духа, чтобы быть тем, кто управляет правильно и правосудии. и царь поможет уже поставить его над всем царством. Тогда князья и сатрапы начали искать предлога к обвинению Даниила по управлению царством. Но никакого предлога и погрешности не могли найти, потому что он был вверен и никогда никакой погрешности или вины не оказалось в нем. Они проверяли его с разных сторон. Возможно кучу денег давали пожалуйста мне нужно это дело сделать. Коррупцию не может продвинуть не может какие-то еще панибратства там еще он был справедливым. Не могли найти в нем никакого изъяна. Тогда эти люди сказали не найти нам предлога против Даниила если мы не найдем его против него в законе Бога его. Ага. Он говорит мы не можем найти погрешности не можем подъехать к нему на какой-то там зелье кобыле я не знаю никак а мы можем только в его Боге. Почему? Почему? Потому что его религиозное состояние его вера в Бога показывала на того кого он уповает а если он уповает значит он должен свою жизнь и дисциплину так чтобы быть приближенный к Богу. Если искать зацепку то в любом человеке то нужно искать зацепку в его поклонении его принадлежности и почтению. Тогда мы найдем много ошибок. И чтобы не растягивать время мы знаем что происходит далее что они пришли к Дарию и говорят между прочим было бы неплохо 30 дней сделать тебе почтение очень важное почтение для тебя но касается всех людей и вот чтобы в течение 30 дней кто будет просить в течение 30 дней у кого-либо Бога или человека кроме тебя царь тогда бросить в львиный ров у людей было нежелание поклониться Дарию почтить его в них было замысел уничтожить того кто противостоял коррупции может быть насилию или вообще каких-то таких злых дел если мы думаем что при всей дисциплине и близких отношений с Богом у вас априори не должно наступить дней трудных мы наверное глубоко ошибаемся либо мы вообще не понимаем где мы какого Бога мы верим при всех наших правильных поступках молитвы посвящения чтения в служении и так далее и думаем что нас эта беда не коснется или ситуация коснется мы глубоко ошибаемся все библейские личности приближались к Богу и не могли избежать трудностей все библейские личности и сам явная личность это сам мессия если он не смог избежать воли отца помните да не будет моя воля но твоя отче и он все-таки и не смог отодвинуть или же остановить то чему он был призван но соглашившись он утвердил способность изменять обстоятельства потому что только Голговский крест смог поменять обстоятельства в котором народы жили и сегодня мы являемся последствием тех изменений которые произошли на Голговском кресте он не смог остановить понимаете что я говорю трудности смерть и боже наказание но смог изменить результат того этой трудности того переживания которое он имел вам это понятно поэтому верующие люди мы не можем думать что если мы одно второе третье по списку все мы делаем правильно тогда все трудности и переживания или какие-то обстоятельства должны нас миновать но я хочу нечто сказать мы будем чувствовать все ямы на пути на нашем пути это узкий путь мы будем чувствовать ямы как на наших украинских дорогах мы это почувствуем но знаете но мы не будем преломлены мы не будем обломлены обломали меня или поломаны стоять на обочине на самом деле наши вопросы наши проблемы они не могут быть изменены как бы вот этот момент мы должны пройти чтобы бог мог поменять наши отношения и пройдя этот путь мы могли сказать это вы сделали не сами а с ним мы будем чувствовать все но мы не будем преломлены даниил отреагировал весьма спокойно на этот указ услышьте меня следующее что он делает принцип молитвы он весьма спокойно отреагировал на весь этот указ даниил уже узнав что подписан такой указ пошел в дом свой окна в горнице его были открыты против Иерусалима и он три раза в день поклонял преклонял колени молился Богу своему и дальше славословил его как это делал и он и прежде что он делает что он делает он приходит и говорит аба спасибо спасибо искушение это не искушение он знал что если найдут его молящимся он знал что если он будет продолжать эти отношения с Богом они приведут к наказанию он пришел и говорит спасибо ты хороший Бог слава тебе хвала честь величие превознесенный Бог Израилев творящий мир в небесах мир подарил нам и спасение дай народу своему мы воскликнем все аминь наверное он говорил от искренне благодарил его за то что он имеет возможность делать то что он делать несмотря что он нарушит царский указ имя Даниэль так переводится имя Даниэль буквально означает судья мой Бог судья мой Бог Даниэль этим именем подтверждал что ему судья Бог а не тот кто пытается ему навредить знаете я хочу еще одну вещь сказать может быть это позвучит странно но враги Даниила когда увидели что он молится увидели так же что это его слабая сторона что этой стороной можно манипулировать и привести его к ответу но они не знали что на самом деле молитва Даниила была его сильной стороной иногда мы думаем что то что мы делаем под посвящение к Богу это наша слабая сторона и враг будет пытаться использовать это знайте что это ваша сильная сторона вашей жизни Даниил не кричал не делал геволт он даже не говорил ничего царю он даже понимал что ему царь Дарий не судья хотя почтение для царя было очень большое был достаток был порядок даже Дарий хотел поставить его владыкой Даниил не подступил как многие из нас бы поступили он не поднял хай по всей молдаванке собирая всех своих соседей родственников рассказать какой надвигающей проблема какой погром надвигается на всех нас но как важно быть понятым как важно иметь эти отношения с Богом один на один не говорить всем на молдаванке какие проблемы будут жизнь станет намного проще если мы не будем обращать на советы тети Сони когда мы говорим о наших проблемах когда ты имеешь рутинные отношения то есть позитивные точки зрения рутины в своей жизни тогда отношения с Богом я имею ввиду она рутина от дня в день от недели в неделю от месяца в месяц год за годом проходят а у тебя одни те же рутинная система можно устать реально можно устать и многие устают но если у тебя оно на уровне отношений с Богом не религиозных обязанностей отношений с Богом тогда вопрос какая воля Божья для меня не будет стоять абсолютно знаете почему потому что ты имеешь отношения с ним каждый день каждую неделю каждый час который ты его строишь с ним и тогда не нужно будет спрашивать а что мне дальше делать как мне поступить потому что изучая слово имея с ним отношения ты точно будешь знать что он от тебя это хочет ведь ежедневное отделение времени с Богом приводит к многолетним привычкам которые ты приобретаешь и точно начинаешь понимать его голос как в браке когда мы женаты мы уже знаем привычки наших жен мы знаем что им нравится что не нравится что сказать ему что сказать извини пожалуйста давайте отношения вот эти плохие слова интимные близкие отношения вот как мы имеем с нашими партнерами по жизни открывая сущность отношений с Богом об этом говорит Писание посему оставить человек отца своего мать и прилепиться к жене своей и будет двое одна плоть тайна себя велика я говорю по отношению мессии и его общины каждого из нас индивидуально мы можем жаловаться Богу об определенных ситуациях но при этом должны понимать что продолжение наших отношений позволяет Богу вмешаться в это отношение и изменить их мы должны продолжать нашу рутинную атмосферу каждый день дисциплинарным тем отношениям которые Бог нам положил враги до него нашли его молящимся помните вы говорили об этом но те люди приступили к царю и сказали ему знай царь что по закону медиан и перцев никакое определение или постановление утвержденное царем не может быть изменено тогда царь повелел и привели Даниила и бросили его в ровлю вины и при этом царь сказал Даниилу слушай внимательно и при этом царь сказал простую вещь твой Бог которому ты неизменно слушаешь служишь он спасет тебя не вопрос он спасет ли тебя а он утверждает на самом деле кому из нас сегодня кто-то мог сказать такие слова но Бог на которого ты уповаешь и неизменно служишь ему он поможет тебе на работе в твоем отношении в семье в политике или же в твоем вообще в твоей ситуации кто из людей может вам просто сказать что твой Бог твой Бог которому ты служишь он тебя спасет и там свидетельный знак если мы не очень сильно это часто слышим тогда у нас вопрос видят ли они в нас тех кто отражает именно эти положения как верующий человека потому будет узнавать что вы его ученики что у вас есть любовь к людям к его слову к Богу к обстоятельству вы можете переносить это все пусть Бог которому ты неизменно служишь спасет тебя вы знаете я не буду говорить много истории но написано что поутру царь встал на растении поспешно пошел к рву львиному куда пошел к львиному а вот читайте следующее подойдя ко рву жалобным о чем это говорится он так сожалел он понимал абсурд на ситуации в которую попал Даниил он понимал что его подставили он понимал поэтому он говорит твой Бог он спасет тебя ты ему служишь он должен тебе помочь и тут жалостным голосом Даниил судья тебе Бог сказал царь Даниил Даниил раб Бог раб Бога живого Бог Твой Которому ты неизменно служишь мог ли спасти тебя от львов и у вас 20 лет была тишина он сказал момент очень интересный доживет царь вау он не сказал да да посмотри что мой Бог сделал как у нас бывает тогда давай посмотри идем со мной посмотри что мой Бог может сделать он говорит слава Богу живи царь ты не виноват во всем ты живи молитва которая дает нам понимание как дальше вообще действовать реагировать немного поговорим об этом история это которую мы читаем это чаще всего мы ее пересказываем в детских наших шабатных школах да мы там картинки где львы лежат и Данил их так гладит так потихоньку ну так вот как бы мы привыкли таким где-то таким несуразицем да вот таким реалим таким и мы как бы относимся к этой истории как просто как одно из рассказов но как слово история как слово и история это факт один из моментов в те времена не было телевидения перед тем как вообще создали телевидение было развлечение то ли это были конные скачки кто-то развлекался вот так имел львиные рвы да то с одной стороны то с другой пришли люди говорят вот я хороший охотник бабах там завалил льва вот первый на стенку повесил или же там ты провинился там на памяти там спарта ногой и тогда вот ушел туда к льву и это может быть это была часть и показать какой грандиозный это было и на самом деле развлечением как факт история нам говорит о том что были цари которые любили евреев и один из них был Дарий как факт что львы не съели Даниила это факт но этот факт не говорит нам о чуде вы скажете почему это же было чудо услышите меня внимательно факт что львы не съели Даниила не является чудом где почему потому что это указывает на его отношение с Богом то что не съели львы и Даниила указывает на отношение Даниила с Богом что-то я наверное так закрутил сильно понятно да чаще всего люди ожидают чудо без отношения с Богом какие-то изменения в своей жизни не имея не имея посвящения и отношения с Божьим Божьим принципом мораль истории Даниила заключается в том что мы переживаем те же обстоятельства каждый из нас которые переживает Даниил скажите кто из вас не обижен нет таких правильно один есть такой только поднял так чтобы чуть-чуть было видно я чуть-чуть обижен либо ты обижен либо ты не обижен ну чуть-чуть ну чуть-чуть бывает так ну чуть-чуть мы так же изгнаны мы так же огорченны с нами несправедливо поступили давление мира которое на нас испытание верности Богу мы так же как и Даниил переходим эти обстоятельства эта история ваша со мной каждый день мы ее переживаем в современном понятии мы такие как Даниил мы преследованы мы у нас не все в порядке но скажите вам нужно чудо наверное нам нужно чудо но сперва нам нужно иметь отношение с чудотворцем перед тем как мы решим как прожить свою жизнь не получив своего чуда знал ли Даниил что он будет спасен нет нет я думаю он видел ни одного человека который падал туда в ров и не возвращался вы понимаете чего говорю нам нужно сперва отношение с чудотворцем перед тем как мы решим как прожить свою жизнь не получив чудо подход Даниила заключался в том что отношение с Богом помогут изменить обстоятельства не избежать а изменить их когда мы проходим через наши трудности в обстоятельствах Бог изменяет время нас каждого вытолкнуло в одиночество я сейчас буду обращаться я буду обращаться уже к вам по вашим проблемам для нас многих верующих людей мы разочарованы и безнадежно смотрим на прошлое на свою счастливую юношескую пору и мы говорим можно ли еще раз пережить то что мы пережили тогда я уже вырос я уже так долго в Боге и даже когда мы были молодые были верующие вот тогда была жизнь мы смотрим на то что уже в прошлое услышите принцип Даниила он поднимался в свою горлицу смотрел в сторону прошлого вспоминал красоту того и молился Богу благодарил его за то что будет в будущем а у нас получается так мы зациклили на прошлом застряли в настоящем и не знаем куда мы идем в будущее прошлое не вернуть на него можно только смотреть и делать вывод что нам остается оставаться на обочине или взять привычку и новый подход к жизни приближаться к Богу который меняет обстоятельства и не обращать внимания на прошлое Бог который дает помощь вскоре но не спешащий делать по нашему прошению то есть как мы хотим приближение Даниила его гиша заключается последствием посвящении Богу который Бог не требовал следующий момент вы скажете мне в синагоге молится три раза может нам взять привычку три раза молиться может быть у нас тогда будет успех три раза в день по крайней мере я думаю что это постулат который именно длится от Даниила три раза он вставал но это не были критерии Бога Бог не требовал от него если ты три раза в день будешь это делать тогда я тебя буду благословлять услышьте меня как люди верующие ищущим Бога не принцип или же правило делают тебя как религиоза человека ответственным и успешным но отношения личные избрания отношения с Богом обязательно какие-то вещи должны быть Иешуа говорит обязательно если вы ищете Царство Божьего вы ищете спасение вы читаете Писание они говорят обо мне они откроют вам путь в жизни написано молитесь и не унывайте сколько раз молиться один раз как долго 2 минуты 5 минут час высказать О! Иешуа дал нам пример час молиться ученики попробовали заснули кто из вас пытался час помолиться тут да нормальный конечно все такие сильно духовные когда точно надо когда что-то болит ты не можешь уснуть и ты начинаешь молиться выхода нет оно болит а ты молишься помните как говорится чем больше скор тем ближе бог я тоже иногда так где-то так неправильно что-то работает тоже молюсь долго на одном месте чтобы бог помог есть такая молитва у евреев чтобы все открыто закрыто оно все работало нормально нам нужно иметь отношение это время его приближение Даниила его посвящение в отношении которое не является правилом или принципом но вернее правилом но не принципом возможно я сегодня вам много наговорил но я зачитаю еще несколько мест писания и мы закончим от Яна 4 глава 23 стих настает время и наступило уже когда истинные поклонники будут поклоняться богу в духе и истине ибо таких поклонников отец ищет в себе бог есть дух и поклоняющий ему должен поклоняться в духе и истине наш бог удивитель и он персонально персонально относится к человеку его можно лично иметь отношение построить их так как нам с ним это будет угодно он замечает людей ищущих его и при этом народ который выражает его волю наш бог лично обращается к человеку и желает чтобы этот человек был частью его народа как и Даниил Даниил имел личное отношение с богом но был частью народа или нации который через которого бог выводил на свободу наши личные переживания всегда проходят параллельно с народом не может быть отдельно бог заинтересован помочь как лично нам так и всему народу так что молитва это постоянство личное время с творцом которые меняют обстоятельства мы не избегаем трудностей но наши отношения с ним меняют обстоятельства меняют обстоятельства утешайтесь надеждой послание к римлянам 12 глава 12 стих в скорби будьте терпеливы в молитве постоянно я надеюсь это поможет вам построить личное отношение я хотел сегодня позвать волонтера на роль Даниила в ворву льва просто не нашлось если мы в прошлый раз смотрели на молитву Моисея как молитва без слов сердцем крича к Богу да поднимая свои руки к Нему то в истории Даниила история постоянства между ними Богом было отношение и он говорит Господь у меня есть три свободных времени в одних сутках что если мы с тобой три раза встретимся и моя молитва отношения будет в сторону Иерусалима потому что там тот разрушенный город который счастье милости благости мира город мессии город где приносили жертвы где ты говорил нам где ты утешал нас я начну с этого написано он благодарил прославляя Бога как можно смотреть на прошлое и прославлять Бога в настоящее не имея цели в будущем а будущее знаете как оно будет смотреться завтра наступит и опять рано утром Господи смотрю на Иерусалим в сторону Иерусалима благодарю тебя за мое прошлое мое настоящее даже если подвергается опасности славлю тебя и благодарю тебя и когда наступит тот день он изменит обстоятельства и ты можешь спокойно сказать живица ты можешь спокойно сказать да благословит я Господь моя соседка мой сосед да богословит тебя Бог мое правительство за мою маленькую пенсию да понимаете о чем я говорю мы люди и если мы не начнем свою рутину хотя какое негативное слово да но не будет дисциплина каждый день одно и то же одно и то же мы наверно попадем в ситуацию мы не сможем выйти из нее потому что мы не знаем Бога ежедневных отношений три раза я знаю я знаю точно в моей семье каждое утро я должен не должен извиняюсь я делаю кофе для себя для моей жены мы пьем кофе это каждый день происходит я знаю что она любит она знает что я люблю каждый день он отключается хвала и поклонение потому что это наша рутина знаете мы наслаждаемся этим потому что знаем что подготавливаем почву к дню у нас есть молитва которая в машине у нас есть молитва согласия ходатайство но мы знаем что когда мы попадаем в какую-то ситуацию мы беремся за руки и говорим ситуация будет изменена не потому что мы молимся а потому что у нас есть отношения с тем кто все затворил и я надеюсь что я смог вам подать два принципа в жизни молитвы поднимайте к нему руки и делайте постоянство мы станем с нашими каждый год мы говорим о целях последующего года и этот год для община Орхамашиах Бетель двух общин которые в сотрудничестве не являются исключением для нас следующий год это послание к евреям одиннадцатая глава первый стих этот стих все знают где говорится о надежде где говорится о вере я хочу зачитать вам его вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом ожидание как долго когда это придет мы не знаем но мы уверены в том что это придет и мы говорим о том что еще невидимое станет явным здесь на земле и наши ожидания в нашей вере они будут проводить и приводить к большим переменам итак